Прямая линия Мы говорим о работе народных избранников в округах и о том, в каких случаях и с какими вопросами к ним обращаются и могут обратиться избиратели. То есть мы с вами. Ведь главная задача народных избранников, наших депутатов, это работа с людьми. А в гостях у нас сегодня депутат по Новокомольскому избирательному округу номер 37 Павел Иванович Харитонов, заместитель генерального директора по сбыту Витебского республиканского унитарного предприятия «Витебск Энерго». Ну и по традиции начнем мы нашу программу с визитной карточки нашего гостя. Давайте посмотрим. Павел Иванович Харитонов. Родился 3 сентября 1961 года в городе Витебск. В 1989 году окончил Белорусский политехнический институт по специальности электроснабжения промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства. В 2006 году окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности экономика и управления на предприятии промышленности. С 1982 года работает в Витебской энергосистеме. С 2015 заместитель генерального директора по сбыту республиканского унитарного предприятия «Витебск Энерго». В 2014 году избран депутатом Витебского областного совета депутатов по Новолокомольскому избирательному округу номер 37. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что задать вопрос участникам нашей программы вы можете по электронной почте. Вопрос собаков.тв.бай. Это электронный адрес нашей редакции. Ну а напрямую связаться с нашим сегодняшним гостем вы можете по телефону 47 64 65. Так что звоните, пишите, спрашивайте. Ну а мы начинаем нашу программу. Здравствуйте, Павел Иванович. Здравствуйте, сентября. Надо сказать, что у вас довольно богатый депутатский опыт. И вот в связи с этим мне хотелось бы задать вам вот такой вопрос. Я считаю, что он очень важный. Вот как вы считаете, насколько сегодня востребована вообще работа депутата? И каковы критерии оценки этой работы? Работа депутата, я считаю, что в сегодняшнее время востребована. Она была всегда востребована. Сегодня тем более. Потому что это прямая связь с населением, что позволяет более полно понять, какими нуждами живет население. Особенно это важно для определенной территории, где мы избираемся депутатами. То есть через депутатов проблемы, запросы, какие-то нужды конкретной территории быстрее находят свое, но реальное воплощение кольца в жизнь. Вы говорите о том, что реализация каких-то перспектив, программ, проектов в жизнь. Ну, прежде всего, ваша задача, задача депутата, это решение проблем в своем округе. Вот в связи с этим мне хотелось бы задать вам вот такого плана вопроса. Вот скажите, насколько реально конкретно депутат может решить проблемы своего округа? Ведь по большому счету у вас нет для этого какого-то специального фонда. У вас нет доступа к бюджету. Ну и полномочия у вас довольно ограничены. Значит, это очень объемный вопрос. Вы вот сейчас, кольца, задали, но надо, кольца, учитывать, что работа депутата идет, кольца, в честном взаимодействии, кольца, с местной исполнительной, кольца, властью. То есть ваша задача организационная? Так точно. Депутат участвует непосредственно в сессиях, где рассматриваются бюджетные, кольца, вопросы, рассматриваются приоритетные вопросы, связанные с развитием конкретной, кольца, территории. И именно через вот это участие, когда депутат может, понявши эту проблему, донести эту проблему дальше до исполнительной власти, приложить свои кольца усилия для того, чтобы эта проблема нашла разумное кольца решение. Понимаете, вот вы сейчас сказали о том, что прежде всего это взаимодействие. А может ли депутат влиять на решение тех же органов местной власти? Ну, например, когда принимаются, ведь главная, одна из основных задач депутата, это еще защита интересов своих избирателей. То есть вот, когда, например, принимаются местные налоги, или там тарифы, может быть, еще какие-то там распределения бюджета. Значит, все такие ключевые, кольца, моменты, они принимаются, кольца, на сессиях. И депутат в данном случае обладает, кольца, правом голоса, имеет право, кольца, выступить на сессии, донести свое мнение, кольца, до своих коллег, кольца, депутатов. И только таким коллегиальным решением уже узыканивается, принимается то или иное, кольца, решение, которое касается этих вопросов, что вы сейчас сказали. То есть, представляя интересы своих избирателей, к вашему мнению, должны прислушиваться в органах местной власти, да? То есть каким-то образом вы можете влиять на решение, принятие решений? Именно через работу, кольца, сессий, через принятие коллегиальных, кольца, решений, через выражение, кольца, своего права, кольца голоса. А вы знаете, я почему задаю вам этот вопрос? Ну, если говорить конкретно вот о Чашницком районе, где находится ваш избирательный округ, то это один из немногих районов области, который сам себя обеспечивает за счет собственных поступлений, ну, порядка от 60 и почти до 80 процентов. За счет вот собственных поступлений. Где значительная доля вот этих поступлений от города Красного Лукомля. Вот скажите, при распределении бюджета вот этот факт учитывается? Ну, этот факт, конечно, кольца, учитывается, потому что в том же городе, кольца Нового Лукомля, кольца, ведь и находится подавляющая масса социально-культурных, кольца, объектов, которые, в первую очередь, кольца, финансируются именно, кольца, из местного бюджета. Да, там проживает, кольца, и значительная часть населения все его чашнического, кольца, района. Поэтому финансирование этих учреждений, финансирование нужд, кольца, города, который идет в общем объеме бюджета чашнического района, именно через эти вот критерии, кольца, как бы учитываются в нуждах, кольца, самого города Красного Лукомля. То есть, как бы у него есть немножко приоритет при распределении, да, вот, скажем, вот этих поступлений, вернее, бюджетных средств. Значит, нужды должны быть полностью, как это, закрыты. То есть, все те потребности, которые... Ну, просто исходя из того, что все-таки город больше вкладывает, чем весь остальной район. Ну, он тем самым больше и потребляет. Ну, согласна. Хорошо. Ну, тогда я зачитаю просто вопросы от ваших избирателей, которые как раз-таки связаны вот с этой темой. Итак, в городе энергетиков проблема с освещением улиц. Парадокс. Город уже давно затухает, хоть и молодой. И ничего при этом не делается. Держится все кое-как только за счет Лукомской ГРЭС. Раньше ее деньги шли на развитие города, на строительство жилья. А после переподчинения нашей ГРЭС, Витебск Энерго, основной доход предприятий уходит неизвестно куда. А теперь говорят, что Витебску невыгодно, накладно такая электростанция. И когда будет открыта атомная в островце, наша ГРЭС будет законсервирована. Молодые специалисты уже сегодня туда уезжают, потому что здесь не видят никаких перспектив. Вот, пожалуйста. Ну, если позволите, я начну как бы с конца данного, кажется, вопроса. Ну, первое. Комплектование, кажется, коллектива, атомной станцией, именно профессиональными, кажется, энергетиками, это нормальное, кажется, явление. То есть сначала будущая энергетика или молодой специалист, пришедший, кажется, на работу в энергосистему, должен получить соответствующие навыки. Назовем так, в тех коллективах, которые уже давно сформированы, где существует соответствующая школа подготовки. И когда он уже приобрел первичные, кажется, навыки, да, он уже готов для того, чтобы работать в каком-то другом качестве, в том числе и на атомной станции. Ведь создать новый коллектив, даже атомной станции, совершенно с нуля, это очень трудная и большая, кажется, задача. Это как бы первая часть вопроса. Что касается судьбы самой, кажется, Лукомской ГРЭС. Да, очень волнует жителей города. Лукомская ГРЭС была, Лукомская ГРЭС есть. И можно сказать так, что Лукомская ГРЭС однозначно, кажется, будет. Тем более, что с вводом атомной станции на Лукомскую ГРЭС ляжет гораздо более ответственная даже задача, чем та, которую она выполняет сегодня. То есть, скажем так, это просто слухи, да, вот тема консервации, что у нее есть возможность, что ее могут законсервировать. Давайте скажем так, вопросы обсуждаются, кажется, разные. Наверное, пока не подготовлены окончательные решения, где-то в домашнем, кажется, кругу обсуждаются, могут быть вопросы без наличия достаточной, кажется, информации для того. Да, сведений. Значит, как я хотел сказать, Лукомская ГРЭС со сводом атомной станции будет именно станцией пикового назначения. Ее задача, учитывая, что потребление электроэнергии в течение суток имеет такой восходящий-нисходящий кацографик, именно срезать, в первую очередь, кацопики. Так. И покрывать тем самым, кацо, все нужды кацо нашей страны. Второе. Чуть более, кацо, двух лет назад, специально, видя необходимость, кацо, в этом развитии, мы реализовали большой инвестиционный проект на Лукомской ГРЭС. И дополнительно к восьми существующим блокам, которые нам достались еще от Советского Союза, был достаточно построен новый, современный парогазовый блок мощностью 427 мегаватт. Цель была одна. Значит, вырабатывать электроэнергию с меньшим расходом, кацо, топлива. И сейчас, когда прошел уже гарантийный период, мы видим, что эта цель кацо достигнута. По сравнению с существующими восьми блоками, парогазовый блок показывает удельные расходы кацо-топлива порядка на 90 грамм меньше на каждый киловатт-час. Или в пересчете кацо-денежном выражении, это примерно 30-35 миллионов долларов ежегодно кацо-экономии за счет сокращения кацо-расходов кацо-потопливной составляющей. Вы ушли уже в специфику вашей профессии и специальности. Я понимаю, что эта тема для вас, понятно, близка, и вы можете много и бесконечно об этом говорить. Но главное здесь в том, что молодежь уезжает не только потому, что попробовать себя, формирование нового коллектива. Это все правильно. Но одна из основных причин, почему люди уезжают, это нет жилья. Не строится новое жилье. Деньги от ГРЭС, вот опять же, как, может быть, я не знаю, претензии или нарекания к тому, что раньше от ГРЭС они шли на развитие города, а сейчас они идут, что называется, в общий колтет, непосредственно, скажем, Витебск-энерго. Значит, в Лукомле мы жилье всегда строили. Значит, и в этом году планируется реконструкция существующего общежития, как говорится, под жилой дом. Правда, в этом году только в четвертом квартале начнутся производства, как говорится, этих работ. Значит, с завершением уже в году, как говорится, 18-м. А, это вы сейчас говорите о той работе, которая вот в вашем округе, в округе сейчас ведется, да, и вот какие проблемы решаются. И вот именно о строительстве, кажется, жилья. Вот. При этом надо учитывать, что тоже строительство жилья идет и по линии, кажется, из полкома. И, наверное, самое главное изменение, которое здесь, кажется, произошло, что если раньше жилье выдавалось человеку, кажется, совершенно, кажется, бесплатно, и только надо было дождаться своей, кажется, очереди, на сегодняшний день, кажется, человек должен вкладывать свои личные избережения, кажется, в приобретение этого жилья. Потому что это жилье сразу поступает человеку в собственность. И вот это изменение этих правил, наверное, вызывает вопросы, которые озвучены. То есть мы жилье строили, мы его, наверное, в меньших темпах сегодня этот момент замедлился, но мы его продолжаем и будем продолжать строить в дальнейшем. Хорошо. Вот давайте так. Три года вашего депутатского срока уже прошли. Что за это время такого существенного, значимого вам удалось сделать и над чем работаете конкретно сейчас? Ну самая главная работа депутата это все-таки постоянные регулярные встречи с людьми и в первую очередь в трудовых коллективах. Потому что для того, чтобы понять, чем живет тот или иной коллектив, чем живет сама вся территория избирательного округа, надо иметь постоянную связь со своими избирателями. Поэтому ежемесячно я лично провожу прием избирателей по каким-то личным вопросам. При этом люди приходят где-то чисто проконсультироваться или даже посоветоваться. Где-то есть конкретные предложения, вопросы. Значит, очень приятно то, что иные предложения даже звучат не то, что вот надо решить вопрос буквально всю секунду прямо сейчас. А как бы люди понимают, что на решение многих вопросов требуются определенные денежные средства. Поэтому они говорят, что вот это тот вопрос, который должен быть, назовем так, в памяти и при наличии финансовых возможностей, чтобы он был один из таких первоочередных, который пошел бы потом в дальнейшем на решение. И за это людям большое спасибо. То есть с пониманием. Хорошо, а давайте вот так, конкретно в вашем округе. Если говорить о процентном соотношении, на сколько процентов решена проблема очень значимая сегодня, это проблема трудоустройства? Ну, проблема трудоустройства на сегодняшний день, кажется, решена практически, кажется, полностью. Потому что таких... То есть все 100% нуждающихся в трудоустройстве получили рабочее место. Я бы хотел сказать так, что людей, которые, кажется, давно не имеют работы, на сегодняшний день, кажется, в округе нету. Не говоря о том, что в округе, кажется, имеются рабочие места, которые появляющиеся, это постоянное движение трудовых ресурсов, которые есть, которые люди имеют возможность, кажется, занять. Да, для этого требуется зачастую пройти определенное, кажется, переобучение. То есть получить, кажется, новую профессию, изменить свою первичную квалификацию. Ведь, опять же, не секрет для нас с вами, что целый ряд тех или иных профессий с развитием промышленности, с развитием всех сфер нашей деятельности, просто она просто отмирает и теряет свою актуальность в нынешних, кажется, условиях. Ну, скажем так, для вашего, конкретно вашего округа, острота этой проблемы, она снята, да? То есть... Острые проблемы на данный момент времени, кажется, в округе, кажется, нет. По трудоустройству и наличию рабочих мест. Да, это постоянная работа, которую мы ведем совместно с местным исполкомом. Потому что вопрос трудовых мест, он тесно связан с созданием новых рабочих мест. И поэтому существует специальная программа по созданию новых рабочих мест, для того, чтобы тем самым эта проблема как-то решалась. И в последующем тоже была на контроле. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что вы смотрите программу «Прямая линия». И сегодня у нас в гостях принимает участие депутат по Новолкомскому избирательному округу номер 37 Павел Иванович Харитонов, заместитель генерального директора по сбыту Витебского республиканского унитарного предприятия «Витебскэнерго». И, как всегда, я напоминаю, что у вас, уважаемые телезрители, есть возможность задать вопросы участнику нашей программы. Связаться с ним можно напрямую по телефону 47 64 65. Ну и также мы, наша редакция, ждет ваших писем по электронной почте. Ее адрес сейчас на ваших экранах. Звоните, пишите. Ну а мы продолжим наш разговор. Павел Иванович, вопросов действительно очень много. А один из важных моментов, который мне бы хотелось отметить в вашей депутатской деятельности, это то, что вы возглавляете постоянную комиссию по вопросам промышленности, транспорта, развития строительного комплекса, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. Все эти направления требуют, и в самые лучшие времена требовали особого внимания и подхода. Ну, насколько я понимаю и насколько я знаю, основная задача комиссии заключается в распределении бюджета по этим отраслям. Я правильно говорю? Ну, не только в этом. Распределение, кажется, бюджета – это одна действительно очень важная, кажется, функция. Потому что через распределение бюджета идет формирование именно экономики, кажется, всей нашей, кажется, вот области. Потому что через бюджет именно создаются условия для развития тех или иных, кажется, направлений. Все-таки я хотел бы здесь отметить, что промышленности, как в нашей области, так и целиком, и в стране, принадлежит одной из важнейших, важнейших, кажется, ролей в плане формирования, кажется, именно и бюджета, а в будущем это и всей экономики нашего, кажется, государства. Потому что не секрет, что 30% лавового регионального продукта в Витебской области формируется именно, кажется, из промышленного, кажется, сектора. Ну, понятно, да. Поэтому бюджетная сессия, она именно нацелена на то, ее главное, кажется, значение, чтобы обеспечить динамичное развитие всех отраслей, независимо от того, какой комиссии или к какому направлению… Да, они имеют отношение. Хорошо, а можете сказать, вот, скажем, все-таки, значимость мифстерии, мы говорим, можем говорить, что вот в нынешнем году при распределении бюджета, ну, какой-то отрасли там уделалось больше внимания или она получила большую поддержку? Нет, нельзя этого сказать? Нет, так сказать, кажется, нельзя. Потому что, еще раз говорю, здесь стоит вопрос о том, чтобы вся экономика области работала, кажется, динамично. Мы же не можем, кажется, предусмотреть выделение, кажется, меньших, допустим, средств, чем необходимо, кажется, на школу или детские садики. Потому что, да, ходят наши дети, кажется, это обязательная задача, кажется, для решения. Вот. И это тоже, кажется, бюджетное финансирование в полном своем виде. Тот же вопрос касается медицины. Так. Хотя у них тоже есть возможность для своего внебюджетного финансирования, то есть дополнительного оказания, кажется, платных услуг. Но, в первую очередь, тот набор социальных услуг, он, конечно, формируется, оплачивается через бюджет. Нет, ну понятно. Но мы сейчас говорим конкретно о такие значимые и очень сложные по своей сути отрасли. Хорошо. Тогда мы, если мы говорим о том, что комиссия, работа комиссии, это и контроль, наверное, за состоянием или за состоянием текущих дел, да, вот в этих направлениях. Вот если говорить кратко, вот какая из названных, перечисленных вот мною отраслей вот вызывает на сегодняшний день, ну, больше, требует больше внимания или там больше проблем у нее. И строительные отрасли есть большие проблемы. Сегодня это сокращение строительных площадок. Ну и с промышленностью тоже у нас не все достаточно благополучно. Вот обсуждается ли в вашей комиссии вот такие проблемы, такие вопросы? Это вопросы обсуждаются постоянно. При этом на заседаниях комиссии они проходят именно тематически. То есть на конкретное заседание берется та или иная, кажется, тема для того, чтобы ее наиболее, кажется, глубоко, кажется, рассмотреть. И искать решение. И понять, какие, да, причины и какое решение здесь необходимо, кажется, вот найти. Значит, никому не секрет, что, допустим, ну, в прошлом году, кажется, вот экономика именно области и работа промышленности испытывала большие трудности, что в первую очередь исходило из чего? Это снижение поставок, кажется, нефтепродуктов или нефти на переработку. Реализация нашей продукции. Да, а на нашей территории находится крупнейший нефтеперерабатывающий кольцезавод. Это вопросы связаны с доступом на рынки, потому что сегодня мало произвести промышленную продукцию. Ее надо произвести соответствующего качества. И найти свой рынок сбыта, чтобы ее продать по достойной цене, чтобы можно было в дальнейшем, кажется, успешно развиваться любому, кажется, предприятию. Следует отметить, что вот целый ряд принятых, кажется, мер, как на областном, так и на республиканском уровне, вот позволили, долго эта тема, кажется, была, ну, как бы, созвучна, это развитие деревообработки. Но сегодня следует отметить, что деревообработка в результате, кажется, принятых всех комплексов, которых мер, значит, показывает свое, да, динамичное развитие. Хорошо. И вот на 107% мы уже в этом квартале по сравнению с прошлым кварталом приросли. То есть есть, есть подвижки. Ну да, более или менее, скажем так, отмечается, если, скажем, не улучшение, то стабилизация в какой-то мере уже наблюдается. Ну, а вернувшись к теме вот непосредственно депутатской деятельности, вы знаете, вот раз мы уже говорим о том, что главная задача депутата – это все-таки защита интересов своих избирателей, вот принимает ли и может ли принимать депутат участие, потому что это, кстати, очень многих депутатов входит в его избирательную программу. Контроль за ценами, контроль за тарифами. Вот это входит в ваши... Есть ли у вас такая возможность? Ну, в данном случае, кольца, мы работаем в тесной кольцесвязке с местной исполнительной кольцевластью, потому что, когда мы получаем кольца информацию о том, что где-то в каком-то направлении, по мнению людей, есть какие-то кольцеперекосы, значит, соответственно, мы имеем возможность или напрямую обратиться в местный исполком для уточнения этого вопроса, или даже, если в этом есть необходимость, сделать, кольца, депутатский, кольца, запрос. А хорошо, а на формирование этих цен и тарифов, в том числе, вы можете влиять как депутат? Значит, если вопросы, кольца, касаются именно формирования государственно регулируемых цен тарифов, то в данном случае это именно прерогатива органов, кольца, республиканского выходца управления, в основном вопрос касается именно тех местных услуг, местных услуг, где полностью их формирование находится на нашей конкретной территории, на местном уровне. То здесь именно идет, кажется, уже взаимосвязка тесная с местными исполкомами. То есть только в таком случае вы можете влиять? Да, и отрабатывается этот вопрос, кажется, совместно. Хорошо, тогда я задам вопрос как представителю такой важной службы, прежде всего, как энергетику. Вот скажите мне, пожалуйста, вот ваше предприятие, оно каким-то образом может влиять на, скажем, стоимость электроэнергии для нас, потребителей, которые мы потребляем? Ну, я отвечу так на этот вопрос. Да, и может. И да, и может. Да, и нет. То есть тарифы... Значит, в первую очередь давайте говорить так, каким образом мы можем на эту тему влиять? Для того, чтобы произвести кольца электроэнергию, основным компонентом кольца в производстве электрической энергии является кольца топлива. Так. И больше или меньше мы расходуем кольца топлива на производство, тем самым кольца этой напрямую скажется кольца на всех кольца тарифах. Так. Значит, если брать вот по нашему предприятию, по Витебскенерго, то топливная составляющая, то есть стоимость топлива в себестоимости одного киловатт-часа электрической энергии целиком по предприятию находится на уровне 86-87%. То есть это одна из главенствующих кольца составляющих. Поэтому мы ведем кольца углубленную модернизацию, о чем я говорил ранее, что мы внедряем новейшие технологии, тем самым, чтобы уменьшить потребление топлива и тем самым повлиять на формирование кольца тарифов. Хорошо. Павел Иванович, тогда в таком случае в Витебской области строится три новых ГЭС. Вот скажите, пожалуйста, это каким-то образом в сторону уменьшения наших тарифов повлияет? Даня Владимировна, позвольте я, прежде чем перейду к цехе, все-таки закончу до конца. Ведь особенность энергетики заключается в том, что она несет в себе как экономическую функцию, так и социальную кольца функцию. То есть сегодня у нас в стране существует перекрестное субсидирование. То есть тогда, когда промышленный сектор несет более высокую нагрузку по тарифной части, значит социально-бытовой сектор, население меньшую нагрузку или наоборот даже скажем так датируется. И независимо от того, где живет наш человек или находится то или иное предприятие, которое относится к любой сфере деятельности, оно имеет единый тарифы, как Витебская, Минская, там, к примеру, или Брестская кольца области. Это, наверное, одно из самых больших, кажется, достижений, которое сегодня, кажется, здесь есть. Усредненный тариф для всех. Хорошо. Но вы не сказали самое главное, повлияет ли вот введение, внедрение вот этих новых гидроэлектростанций? И еще, скажите, ожидается ли повышение в ближайшее время вот тарифов на электроэнергию для населения? Значит, что касается вопросов, связанных со строительством гидроэлектростанций. Очень коротко у нас, очень мало времени. На сегодняшний день, кажется, у нас на реке Западная Двина в Витебской области в строительстве находятся две гидроэлектростанции. Буквально в ближайшее время, кажется, они уже полностью заканчиваются строительством, кажется, издаются в постоянную эксплуатацию. Потому что на этих объектах уже проходят сейчас комплексные приемы, сдаточные испытания. В то же время, кажется, в общем энергетическом балансе, кажется, эти объекты очень большого удельного веса, кажется, иметь не будут. То есть, я поняла, значит, это не отразится на наши Не отразится, но они дают возможность развитию других, кажется, сфер экономики, кажется, нашей области. Это водному хозяйству. Ну и энергетическая безопасность, что тоже немаловажно. Это очень важный фактор. Павел, самый последний вопрос, я его уже задала, озвучила. То, что касается, ожидается ли повышение тарифов на электроэнергию в самое ближайшее время. Нет, в ближайшее время, с такой информацией, кажется, у нас нет повышения тарифов. То есть, этот год мы спокойны. Спасибо вам большое за участие в нашей программе, вам, вашему предприятию успехов, ну и, естественно, стабильности и процветания. Уважаемые телезрители, спасибо, что были с нами и оставайтесь с нами. Следующая наша программа выйдет в эфир ровно через неделю. До встречи, всего доброго, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин